МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 23 марта 1876 года Павел Яблочков, военный инженер и изобретатель, запатентовал электрическую лампу. В этот день 23 марта родились Федор Ростопчин, русский государственный деятель, градоначальник Москвы времен войны 1812 года, один из возможных инициаторов московского пожара. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Петр Толстой, военный деятель эпохи наполеоновских войн. Феликс Юсупов, последний из князей Юсуповых и участник убийства Григория Распутина. Лев Голицын, последний дореволюционный губернатор Самары. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1917 годы две революции перемололи достаточно талантливых и интересных людей в России. Среди них были и государственные деятели новой волны, и военные, и просто представители знатных семейств. Под каждую из этих категорий попадает и последний дореволюционный самарский губернатор Лев Львович Голицын. Лев Львович происходил из очень знатного рода. Голицыны несколько столетий играли значительную роль в истории империи. Голицыны были и военными, и государственными деятелями, писателями, музыкантами, виноделами, художниками, дипломатами и даже шутами. Это было еще при царице Ани Яновне. Лев Голицын был внуком смоленского предводителя дворянства, но родился в родовом имении Саратовской губернии. Учиться дворянин начал на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, но не окончил, что затормозило карьеру Голицына. В 1902 году Голицына призвали в армию. Там дворянин освоил артиллерийское дело, получил чин прапорщика и довольно скоро уволился в запас. Казалось, армия покончена, но началась русско-японская война. На фронт помилизовали многих, а отправился туда и Голицын. Там он принял участие в Мугденском сражении, самой крупной битве всей войны. И получил за это два ордена. Через год Голицын снова ушел в запас и вернулся к гражданской службе. Должности были скромные. Лев Львович был назначен исполняющим обязанности земского начальника первого участка Балашовского уезда. Потом перешел на такую же должность в другой саратовский уезд Хвалынский. Кстати, родину художника Кузьмы Петрова-Воткина. За борьбу с неурожаем и последовавшим голодом Голицын получил орден Красного Креста. Карьера представителя одного из знатнейших родов России так бы и была скромной, если бы не успешная женитьба на фрейлине Елене Гагарине. Похоже, тогда же у Голицына появились связи в столице. Да и Саратов, откуда он был родом, тогда находился в центре внимания больших вельмож. Именно оттуда, на министерский пост, шагнул вчерашний губернатор Столыпин. Самый же внезапный карьерный поворот случился и перед началом Первой мировой войны. Голицына перевели в Казань и сделали сразу исполняющим обязанности вице-губернатора. Такое внезапное повышение удивило многих. Лев Львович был всего лишь в 13-м чине, исключительно низком для этой должности. В связи с этим Голицын за два года скакнул сразу до 7-го класса в табеле о рангах. Лев Львович образцово провел в губернии мобилизацию, а жена попечительствовала над госпиталями. Даже получила за это благодарность. Но в 16-м году Голицына ждала новое назначение, его назначили на губернаторский пост в Самару. Но это было ненадолго. Первые месяцы Голицын боролся с нехваткой продовольствия, главной проблемой региона. А в феврале 17-го года грянула революция. Еще в январе Голицын запретил в губернии все антиправительственные выступления, а в начале марта через газеты попросил самарцев не мутить воду. Сам губернатор написал письмо в столицу, председателю думы Родзянко. Население, рабочие, войска местных гарнизонов, чины гражданских ведомств и я присоединились к новому правительству, воодушевленные общим горячим желанием нести работу на благо дорогой Родины и усиление ее мощи. Однако уже на следующий день Голицына арестовала новое правительство. Через пару дней губернатора отпустили, а в мае освободили от должности. Лев Львович еще какое-то время жил в Самаре, когда к городу подошла Красная Армия, Голицын с женой и детьми сел на поезд и отправился на восток. Там бывший губернатор присоединился к адмиралу Колчаку, у которого стал консультантом в штабе. В 1920 году Чехословацкий корпус выдал Колчака, Голицына и многих других офицеров-большевикам. Лев Львович умер от тифа в Иркутской тюрьме.